Микс Ньюс Здравствуйте все кто нас слушает Сегодня понедельник и этот понедельник День добрых дел на Радио Болтком Потому что программу со вторника Из-за праздников мы перенесли на сегодня Программа это зеленая лампа О тех кому нужна наша помощь И для тех кто хочет помогать Веду сегодня ее я Рита Трошкина В студии звукорежиссер Нам помогает Все делать красиво и качественно Родион Золотарев И сегодня у нас необычно Программа потому что мы Пригласили в гости Девушек Трех очень симпатичных Кстати они вот улыбаются Очень усталые но все равно улыбаются Это организаторы Многолетние Я бы сказала организаторы Благотворительных акций Праздников и вот в данном случае Рождественских праздников А вообще они работают постоянно При том что у каждой из них есть своя работа Своя какая то профессия Совершенно не связанная с этим Как правило Но вот все свободное время Силы эмоции и любовь Они отдают тем Кто в этом очень-очень нуждается Тем кому очень трудно в этой жизни Труднее может быть чем всем остальным Я вам представлю их Это Мария Мизула Здравствуйте Маша Здравствуйте Она о себе расскажет подробнее Я просто сейчас сразу скажу Что ее организация что ли Которую она сама придумала Создала Называется «Лаймега сердц» «Счастливое сердце» Вот то что она делает Она нам расскажет сегодня Тамара Цауркубала Здравствуйте Это организатор И человек придумавший И создавший Мьюзик студию Тамары Цауркубала Человек который занимается Обучением вокалу и музыке детей А вот в свободное время от этого Она занимается благотворительностью И Линда Моцебекера Здравствуйте Тоже хорошо вам знакомая С ней связано Очень устойчивое словосочетание Ангела добра То есть Линда со своими ангелами добра Сегодня в голове И нам расскажет Что же такое произошло Ну с чего мы наверное начнем Начнем мы наверное Давайте по очереди вы расскажете Я просто должна сказать Что сегодняшняя наша программа Вторую неделю Посвящена близнецам Кейти и Ричарду Лейманисом Это 12-летние дети Которые полтора года назад Потеряли маму Ну и кроме того Они из детства Больны ДЦП Из-за родовой травмы Случилось вот это вот несчастье И сейчас их воспитывает один папа И очень большая сумма нужна На реабилитацию Им нужен курс Такой восстановительный Интенсивный В Саловатской клинике 14800 нам нужно собрать Я рада, что вот за первую неделю Мы очень рады, что за первую неделю Благодаря всем радиослушателям И читателям Вообще всем людям доброй воли Было собрано уже более 8000 Да, я точнее потом скажу эти цифры До 8100 Было сделано более 2000 звонков По телефону помощи 93006384 Это телефон зеленой лампы И мы на неделю продлили Вот эти сборы Потому что очень хочется помочь этим малышам На них свалилось Одно за другим Вот какие-то несчастья Но это очень хорошие, чудесные Жизнерадостные дети И пусть у них будет все хорошо Особенно вот к Новому году хочется пожелать 93006384 Это телефон До 7 января работает Для малышей, близнецов Кейты Но не малышей 12-летних близнецов Кейты и Ричарда А сейчас напоминаю, что в гостях у нас люди Которые организуют праздники И акции благотворительные И рождественские И давайте вот мы, наверное С Машей, с Марией начнем Маша, расскажи, пожалуйста Ты откуда к нам пришла И вот чем ты занимаешься сейчас? Откуда я к вам пришла? Из Имонты приехала? Из дома? Да Ну, на самом деле Моя работа Никаким образом Никогда не была связана Ни с благотворительностью Ни с социальными сферами Я 15 лет работала в торговле Сейчас продолжаю, в принципе, работать Тоже в торговле Но немножко в другой сфере Уже, наверное, лет 6 На самом деле, первый раз я поучаствовала В акции ангелов добра Когда участвовала Линда И я передавала какие-то подарки И как-то это все так закрутилось Закрутилось, что в итоге Вот уже лет 5, наверное, стабильно Я и мои гномики, как я их называю Мы делаем какие-то благотворительные акции Стараемся это делать Не только приуроченно к Новому году и Рождеству И даже не приуроченно к Пасхам И всем остальным праздникам Стараемся это делать чаще По мере возможности По мере возможности Не быть совсем такими редкими людьми В жизни каких-то других людей Вот, но как-то Ну, давай вот сразу скажем Я на «ты» со всеми Потому что мы давно-давно все знакомы На самом деле И какие-то акции даже совместно Там делали друг другу, помогая Это да Скажи, пожалуйста Чем ты занимаешься вообще? Кто в твоем попечении находится? Этот круг расширяется постоянно Начиналось с чего? Начиналось на самом деле Все с Токумского приюта для животных Им я помогаю никак Ну, уже очень много лет Больше 10 точно Мне очень нравится И мне очень комфортно С руководительницей этого приюта Я знаю, что животным там хорошо Они все залюбленные Зацелованные Накормленные Печеньки у меня не берут Потому что их кормят хорошо И я помогала ей всегда Просто раньше я это делала одна Сколько-сколько получалось Сейчас у меня есть возможность Поскольку есть какие-то люди Которые готовы меня поддерживать Мне получается помогать ей почаще И чуть-чуть побольше Ну и скажем сразу, что у Марии Дома живут Сколько питомцев? Трое? Да Ну, из Токумского приюта живет Три собаки Три собаки Три собаки Да, одну собаку мы взяли Из Токумского приюта Она живет у мамы И недавно, не очень давно Ты сама третью взялась Ну, как взяла? Я ее взяла на передержку На одну ночь Это было год назад Ну, никто не сомневался Никто не сомневался Судьбе этой собаки Да, но она осталась у меня Теперь у меня их трое Двое из них адаптированы Ну, взрослыми Только моя маленькая чихуашка Была выращена с ищенка И очень скептически Относится к тому Что делает ее хозяйка Вот Поэтому, да Помогаю я Токумсу В принципе, из приютов Это, ну, базово Базово По мере возможности Слоки иногда Ну, было, было, езжу Но, так, в принципе Базово Стараемся помогать Токумсу Так, кроме Токумского приюта Поустраиваем Благодарительные акции Всегда В доме престарелых Ну, в центре социального ухода Лепа Который находится в золе туда Новый год Рождество Пасха Лига Иногда Я со своей старшей собакой Просто так заезжаю К ним в гости Потому что Старички На самом деле Которые когда-то Жили с животными Им очень хочется Им этого Общения очень не хватает И мы стараемся Иногда заехать Ну, просто пройтись Немножко пообщаться Все его поглазят Там не случайные гости Не, я там не случайные гости Я живу рядом Поэтому У меня есть, ну, возможность Заехать к ним почаще Единственное, что да Конечно, для собак Это очень утомительно Много людей И Много энергии отдается И несколько лет уже Мария помогает Центру Как он правильно называется? Занте, да? Да, это Кризисный центр Занте Ну, он называется Семейный Семейный кризисный центр Как-то так Для детей и женщин Пострадавших от насилия Ну, об этом чуть-чуть подробнее Чуть позже, да? Да Скажем Ну, и в этом году Помимо Вернемся к стричкам Апазионатам Так случилось Что в этом году Отзывчивость была Очень высокая И поэтому Допустим На Новый год Нам удалось Собрать подарки Передать подарки В два пансионата В Кандовской области В Матколо И в саму Кандову Здесь В Риге Оказалось Есть пансионат От Латвии Самария Шопвен И у них есть пансионат Самаритан Общество Самаритян Самаритян, да У них есть пансионат Который В котором всего 20 человек Они живут там Ну, как бы Не то, чтобы автономно Но максимально Самостоятельно И их как-то Никто не поддерживает Как выяснилось Поэтому мы к ним Съездили с визитом Он очень понравился Я думаю, что мы Продолжим Да, ну, потому что Нам реально Было очень комфортно Люди были очень рады И очень в шоке И очень хороший Социальный работник С руководительницей Мы не познакомились Но социальные работницы Очень нам понравились Ну, я думаю, что Мы туда еще вернемся Я думаю, что эта работа Вообще Границ никаких не имеет Ни временных Ни по расстоянию Не имеется Давайте Еще одна гостья Сегодня у нас Тамара Цаурко была Тамара, расскажи, пожалуйста Как твоя жизнь Устроена В этом плане Да Все очень интересно, конечно Но вот как раз таки В моем случае Именно работа Меня привела к тому, что Я помогаю В плане благотворительных акций Помогаю с организацией Или же сама Начала организовывать Какие-то большие мероприятия Вот как последнее Одно из последних Это было на Вайфе Большой концерт Где пришло очень много людей И когда я вообще Придумывала данное мероприятие Для меня очень важно Было несколько функций Там объединить Первое Это то, что Мои ученики Из моей студии Будут выступать Для них это большой опыт Чтобы выступить На большой сцене А сколько учеников? Сейчас порядка 80 Может быть даже больше Солидно очень, да Я не считала Даже времени не было Посчитать Но займусь В новом году этим обязательно Потом Делалось это все С музыкантами Привлеклось Три танцевальных коллектива Которые тоже поддержали Прекрасные танцевальные коллективы Из Саласпилса И из Риги И привлекла телевидение Которое это все снимало Мы еще увидим Весь этот концерт Скорее всего В январе И я решила сделать так Что за вход брать Чтобы посмотреть на детей Я считаю Что это не совсем Было правильно Потому что Мне очень хотелось Сделать свободный вход Чтобы каждый мог Себе позволить Пройти на концерт А тот Кто мог позволить Чуточку больше У меня была Сноска написана О том Что вы можете Привезти Какой-то определенный Подарочек И был перечень Список Что нужно Что необходимо Вход с подарком Да Вход с подарком Если вы хотите Сделать такое доброе дело Вы будете причастны К этому И на самом деле Очень много Хорошая идея Да И очень много подарков Собралось Так что В общем Изначально это все Делалось для Калкуны Но Калкуны это Поддаугу Впесы Социальный Социальный центр Калкуны Где тоже Детки Как Тамара говорит От нуля От нуля до 27 лет Да Вот Но сейчас Как я узнала Что многих 18 лет Уже дальше В пансионат Отправляют Вот Я веду Общение С некоторыми детками Они мне пишут Тоже Вот о своих Переживаниях Каких-то И вот мы общаемся Так Я их поддерживаю Естественно Ну им нужна Очень поддержка И вообще Хочется Вот Всех детей мира Мне кажется Просто усыновить Удочерить Понятно Что это невозможно Но мы Можем Хотя бы Чуточку Разукрасить Их Жизнь Ну Тамара Сразу отметила Сама мама Троих детей Да Вот я приезжаю Домой Обнимаю своих крошек И понимаю Ну они получают Эту любовь И заботу Но у меня же Есть время И возможность Подарить Хоть немного Себя Другим детям Поэтому И естественно Я привлекаю Других И родителей Но студия Это обязательно Это нужно И самое главное Детей Потому что Вот я уже Сегодня говорила До эфира Что очень важно Приучить их Чтобы они потом Смогли это делать Все после нас Мы еще вернемся К этому К этой теме А сейчас хочется Линду Моцебек Расспросить И ее ангелов Добра Как это Все начало Нет Давай так Сформулируем Что в декабре У тебя произошло Что за события Традиционно Каждый год В конце декабря В этом году Мы поехали В пансионат Атвасцера Который находится В Айцумнеках 27 декабря Был праздничный концерт Там находилось 58 Одиноких сердечек И мы дарили им добро Тамара Со своей студией Тоже нам помогала Дарила добро И еще тысячи людей И да Линда тот человек Который сама Вот она придумала Эту свою акцию Ангела добра И уже много лет 14-го года 14-го года Она собирает подарки И устраивает концерты И праздники В пансионатах Где живут пожилые Одинокие люди Она их называет Не пожилые Одинокие люди А одинокие сердечки Да Как это все прошло Прошло все очень хорошо Мне очень большая Благодарность Что у нас Так много Отзывчивых людей И в этом году Мы решили Что все эти подарки Которые приносят Мы не будем там Делить на какие-то Еще другие пансионаты А все Вот именно Для В Айцумнеки Потому что Каждый подарочек Был упакован Была подписана Открытка Для конкретного человека Это было бы Ну Как минимум Странно Если бы мы Куда-то отвозили В другое место К примеру Дедушка Которому 92 года У него теперь 5 электробритв Но он сказал Что он будет Делиться Со своими соседями Он попросил Электробритв Да Он попросил У него была Такая мечта И когда Концерт закончился Мы там Ходили по палатам Мы еще смотрели Как они распаковывают Эти подарочки И он сказал Что он будет Делиться Одна девочка Подарила Одному мужчине Новый мобильный телефон Он сразу же Там ставил Сим-карту Начал звонить Он был очень-очень Радостный Такой самый большой Подарок Это спасибо Владиславу Доворецкому Дедушка мечтал О баяне И он подарил Баян И он обещал Что он Он Дедушка сыграл Дедушка был в шоке Я его просила Чтобы он сыграл У него Тряслись руки Он сказал Что он просто Не может сейчас Что ему станет плохо Что ему нужно успокоиться И что он обязательно сыграет И Зайга Это руководитель пансионата Она обещала Что она пришлет видео Мы будем ждать Это видео Потому что это конечно Очень интересно То есть как происходит Они пишут свои пожелания Они пишут пожелания Выставляют в социальные сети Подключается Масса меди Огромная благодарность За это И люди приносят Подарочки В этом году В Буберц Буберц уже С 14 года Поддерживают Это кафе Это кафе Да На Зерново 15 И там Оставляют подарочки И вот Ну надо Понимать Что люди Приносят Оставляют подарочки Мы еще поговорим Об этих людях Кто они А потом Девочки Со своими У нас Организаторы Благотворительных Рождественских Не только Рождественских Благотворительных Акций Мероприятий Постоянно Этим занимающиеся Это Фонд Который Инна Пострадавших От насилия Без родителей Пострадавших Попросила Меня Условно Пристроить Большое количество Подарков Собранных Которые были Лежали на складе И Их некуда Было деть И как-то так Через 6 рукопожатий Мне посоветовали Обратиться В этот центр И спросить Может быть Нужно им Я приехала Одна Я помню Походила Посмотрела На тот момент Я помню Что для меня Это было Большим Шоком Потому что Самому маленькому Клиенту Центра Было 9 дней И звали его Миша И Он там был Со своей мамой Но На тот момент Она уже Отказалась От него Она уже Подписала Документы Что отказывается От родительских прав И Как-то Так все Завертелось Закрутилось И Вот уже Полтора года Это уже Два новых года И Постоянно Я пытаюсь Что-то Придумать Для этих детей Потому что Ну и не только На Новый год Не только На Новый год Нет Мы возили им И пони живых И пузыри От Марта Не бурбули И спасибо ему Большое за это И развлекали По-всякому По-разному Тамара с концертами С нами часто Участвует Ездит И Как бы Хочется Даже не столько Подарками Хочется этим детям Показать Реально Другую Другую сторону Жизни Что есть другие люди И взрослые В том числе Которые не причиняют Детям Боли Ну то есть Что есть другие люди Другие Совершенные И позитивные тоже И хорошие И нас хороших Реально больше Очень хочется Даже слушать тяжело Вот это Представляю Это правда тяжело Потому что Последний раз Привозили их В прошлую субботу Но для нас Это новый опыт Мы раньше Ездили сами Все время Из пони живым Со всем остальным В этом декабре Уже два раза Мы привозили их В Ригу Вот 28 декабря У вас Да 28 декабря Это наш был Новый год У нас был спонсор Который пожелал Остаться Анонимным Но Эта семья Оплатила Весь праздник Оплатила Посещение Детского Посещение Зоопарка Автобус Неский поклон Да Ну как бы Эту семью знаю Они не хотят Публичности Вот И подарки Хорошие детям И Новый год У нас был В Лидо И Дед Мороз У нас был И конечно Дети были В таком легком шоке Потому что Были дети К сожалению Семилетние Чуть постарше Которые в зоопарке Не были ни разу А сколько всего детей было? Сейчас мы Они приезжали Их было 25 детей И 5 человек От персонала Причем Среди этих детей Были не только Дети Которые сейчас Проходят реабилитацию В этом центре Были дети Которые живут В приемных семьях В приемных семьях У персонала Этого Кризисного центра Они берут детей На воспитание Были два Была пара Мальчика Девочка И мы же по 18 лет Они уже Ну нигде Не в детском доме Слава богу Не в кризисном центре Они живут уже Самостоятельно Но они тоже были И тоже с нами Участвовали Это было приятно Ну вот как-то так Но на самом деле Эти дети В этом кризисном центре Могут находиться Не больше месяца Они меняются Они меняются Постоянно Им постоянно что-то нужно Да Не только материально Не-не Я говорю что Да У них есть большая Достаточно команда И реабилитологи И психологи Естественно С этими детьми работают Потому что насилие Бывает всякое разное От сексуального До физического И потом С этими детьми работают Но максимальный срок Сколько они могут Пробыть в этом центре Это два месяца Но насколько я знаю Это не единственный центр У Латвии То есть есть еще В каких-то других Регионах Такие центры Может быть Не могу ответить На этот вопрос Знаю что к ним Привозят детей Даже из Дагуф Хотя это Кандовская власть Это совершенно другой Край Латвии Ну возможно То есть вы их радуете И вот этот праздник 28 декабря Который случился В любом случае Дети запомнят Ну я очень надеюсь Что им понравилось Все было Ну практически гладко Но я правда Очень надеюсь Что им понравилось Ламига Сирц Как было придумано Название На самом деле Еще не организация Потому что я никак Не могу придумать Хочу ли я Становиться Юридической единицей Или нет Пока мы просто Команда добровольцев В моем лице И в лице Еще некоторых девочек Которые Лаура Плича И Алина Сенкова Которые чаще всего И больше всего Участвуют Теперь к нам Еще присоединилась Ангелина Эрдмана Вот Ну даже не знаю В какой-то момент Я поняла Что нас надо Как-то назвать И почему-то Мне пришло в голову Ламига Сирц Все согласились Ну я сказала Ну и хорошо Будем делать Чьи-то сердца Чуточку счастливее Тамара Цаурко Была руководитель Музыкальной студии Своей Собственной Да Которой Где занимается Более 80 детей Это вот Постоянно у нее Тамара Что в этом году Вот на Акциях этого года Более всего Поразило Может быть Лично Наверное Количество Людей Которые отозвались Помогать Дало больше Гораздо больше Писали Просто писали Незнакомые люди Которые Говорили Вот мы хотим помочь И как это можно сделать И кого-то Даже перенаправило дальше Потому что Я сказала У нас уже все есть Ну вот все Что необходимо есть Хотя все равно Подарки шли и шли Так получилось Что большое количество Вот мы Отвезли в Каукуны Сначала А потом Я уже позвонила Марии Сказала Мария Надо везти В Занты дальше Ну что Во-первых Там сладости И там очень хорошая одежда На малышей тоже И в Занты Все это нужно Ну так как Уже слышали Что там постоянно меняются Дети В общем Я просто собралась Все сложила в машину И повезла И повезла Ну еще Да Ночь Ночь Ну в 9 вечера И еще Я думаю Что еще Один разок Надо будет Пиздить Да Все кто нас слышится Они могут присоединяться К хорошим делам У девушек есть странички В социальных сетях И также Мы там Будем писать На страничке Зеленой лампы О том Что они делают Потому что Очень много людей Действительно Это количество увеличивается Мы тоже это чувствуем А вот что Может быть Какой-то Ребенок Наиболее поразивший Как они эти подарки Принимают Воспринимают Они очень Вот когда мы едем Например в Калкуны Они очень ждут Концерта Потому что Они начинают Вместе И подпевать И танцевать И самое интересное Что они Как в прошлом году Так и в этом году Сделали для нас концерт Сначала мы Сами Да Сами С наставниками С своими С преподавателями Там тоже Очень потрясающе Заведущие То есть надо учитывать Что там довольно много Детей нездоров Особенно Да Там все Все с особенностями Но они все потрясающие Очень ждут Там у нас уже Свои компании У наших детей С их детьми Там все По компаниям Расходятся Общаются В общем Вот Дружим-дружим И детей Я тоже приучаю О том Чтобы они видели Что есть другие Более слабые Дети Которым А твоей дочке Тоже есть Старшая ездила Да Один раз Но сейчас Она за границей Находится На отдыхе Вот Да Младшеньких Я думаю Что уже Со следующего года Буду возить Чтобы они тоже Приучались Не страшно Что они увидят Вот такое Нет Нет То есть это нужно Это нужно Да Это нужно И самое главное Ну в принципе Самое главное Это наше отношение Как мы к ним относимся А мы к ним должны Относиться Как к обычным людям Они именно этого Хотят Именно этого ждут Да Да Линда Моцебекера Ангела добра Ее вот Акция называется Так И действительно Линда во главе С целой командой Ангелов добра Куда присоединяются Тоже постоянно Какие-то новые люди Тоже проводят концерты И в этом году Это был пансионат Атвасара А до этого Тоже были Очень много Разных пансионатов Где живут Одинокие Пожилые люди Что в этом году Поразило больше всего Какая реакция была Поразило количество Подарков В этом году Мы подарки Собирали в квартире И эта квартира Состояла просто Из подарков Было невозможно Не пройти Это было что-то Невероятное Поразило то Что Когда ты смотришь Каждый подарок Ты видишь Что это делали Открыточки Маленькие дети То есть В целом Писали семьи Которые Мама, папа Они покупали подарок Подключали ребёночка Они это всё упаковывали Отказывались Дарить друг другу Подарки На Рождество Или на Новый год А лучше подарить Пансионату Это было очень мило Да Очень много Компаний Которые тоже Не отказались Делать какие-то Лотерею Между собой А просто Выбирали имена И вот Подготавливали подарочки Очень много Таких компаний В этом году было Огромная благодарность Тоже Что наши соседи Поддерживают Вот В пансионате Атвестера Был Вернее Не было Есть мужчина Сандес Ему 37 лет Он одинокий У него нет Ни мамы Ни папы Он уходится в пансионате Нет родственников И он хотел Новый телевизор И Юлия Которая живет В Таллине Ему подарила Новый телевизор Она доставила Прямо из Сталина Вот В Буберце Огромный телевизор У нас конечно Да А Зайга Это руководитель Пансионата Мечтала О новом телевизоре Огромным Плазменным Вот Амара Видела Для пансионата И теперь у них Два телевизора Один телевизор Купила Мария Шахмаева Второй Девушка Юлия И теперь у них будет на каждом этаже Новый телевизор Было так Что уже все подарки были собраны Но люди писали Звонили Что еще Что еще И я каждый день практически звонила В пансионат Я говорила Ну что еще надо Что еще надо И вот Одна компания Купила 58 подушек Новых То есть Ну Разные подарки И знаете Это наверное Неправильно Кого-то выделять Больше Кого-то меньше Потому что Каждый По мере своих возможностей И просто Это показывает то Что мы Вместе Можем этот мир Сделать Лучше Добрее Снежана Иванова Которая с Австралии Помните Я хотела сказать Из Австралии Присылала девушка Она по-прежнему Она по-прежнему Тогда она помогла С ради приемниками А в этом году Она заказала Огромный торт 9 килограмм Вот Тамара видела Медовый Просто там Бабушки Первый раз Такой торт увидели Дедушки Это было здорово Ну я помню Эту картину Это два года назад было Когда приемники Нужны были В одном пансионате Вот каждому Чтобы каждому Вручить свой личный Маленький приемничек И это гора приемников Она просто была огромная То есть был куплен приемник каждому И Линда ходила по палатам Надо сказать Линда сама ходит по палатам Она всегда Вместе Наряжается в какую-то там Не знаю То в Снегурочку То в Ангелу В елочку То в елочку Да И ходит лично раздает Ну и девушки Очень много Сердца нужно Вкладывать в то Что вы делаете И конечно Безусловно Что вас радует в этом Вот это все-таки Ну довольно тяжело Да Видеть Потому что мы можем их Порадовать на праздник Мы можем что-то для них сделать Но Мы не можем Коренным образом Изменить жизнь Этих людей Детей Там стариков А что вас радует Хороший вопрос Да Мария Ну на самом деле Радует То что Во-первых Меня радует Что все больше Становится неравнодушных людей Либо они просто Откуда-то появляются И до этого Они сидели в чуриках Я не знаю Я не знаю Сидели в чуриках На самом деле Очень много людей Которые хотели бы что-то делать Они просто не знают как Поэтому иногда я получаю На страничку Такие письма Как вот Мы бы хотели что-то Но мы не знаем Помогите Мы не знаем Кому Мы не знаем Что игроки И давайте придумаем вместе Так вот было С этим Новым годом Для детей Из Анты И так было С пансионатом Парсла Потому что Случайно Неожиданно Незапланированно У нас появилась Определенная сумма денег Я позвонила Социальному работнику Говорю Послушайте Может там что-то надо Общее Ну вот у нас там Ничего нам не надо Нам микроволновка Говорю Хорошо Ну помимо микроволновки Ну может там телевизор Для общей комнаты У нас стоит там Старенький Сфотографировал Говорю Хорошо Заказали Им доставил курьер Они в счастье И вот приезжаешь Да я понимаю Что мы транзитные люди В жизни Большинства этих людей Мы появляемся Кто-то раз в год Кто-то два раза в год Кто-то три-четыре Ну мы не можем там быть Каждый день Но все равно Вот этот блеск глаза Хоть на секунду Вот хоть один день Полдня Человека радость Вот они улыбаются Эти дети Которые приехали в зоопарк Мы взяли гида Вот они ходят Глаза Глаза блестят Вот ребенок Приехал первый раз в зоопарк Он не видел там никогда Ни лань Ни овечку Ну то есть вот Ничего Ни жирафика И вот она стоит Глаза блестят И потом она получает Еще подарок И то как она Нас обнимала Мы совершенно чужие Для нее люди Совершенно На самом деле Не чужие Ну вот так По большому счету Ну как бы чужие Формально Формально Потому что она видит Нас первый раз в жизни Но она нас так обнимала Что даже я прослезилась Хотя мне казалось Что я уже Ну держусь до последнего Я потом дома могу Ну как бы Вот это радует Правда радует Что люди отзываются И эти люди Которые получают Эти подарки И внимание Тоже радуются Пусть недолго Да Это радость Для обеих сторон Это радость Для обеих сторон Да Делать подарки И помогать Это радость Что ты кому-то делаешь хорошо Но все равно Есть какое-то Внутреннее удовлетворение Но в всяком случае У меня да Это тяжело Конечно Это бессонные ночи И сутками перепаковки Но это все На самом деле меркнет Да Мы все уставшие Но тем не менее Это того стоит На мой взгляд Я хочу напомнить Что сегодняшняя программа Посвящена Двенадцатилетним близнецам Кэти Ричарду Леймане Самому У них очень тяжелая судьба То есть это дети Из-за родовой травмы Из-за ошибки врачей получили Тяжелые повреждения При родах еще И вот у них ДЦП И Ричард Он в инвалидной коляске Он только вот этим летом Впервые встал на ножки Но ходить он конечно не может У девочки получше Она ходит Но у нее проблемы тоже с равновесием И тоже ДЦП И вот мы очень надеемся Что курс реабилитации Трехнедельный Для обеих детей Он стоит 14800 То есть это очень хороший Сильный Такой курс Он поможет им И вот чтобы Ричард Его мечта большая Он занимается танцами В колясках Вот И Кейта тоже танцует Чудесные дети Потерявшие маму К сожалению Сколько вот сваливается На жизнь Этих двух малышей И папа Один их растит Наш телефон помощи 93006384 Звоночек Евро 42 цента Маленький звоночек Который как мы говорим Все эти маленькие звонки Собираются в большую Большую реальную помощь Вот уже за неделю Было 2100 звонков Сделано Да И еще у нас неделя Впереди До 7 января Работает этот телефон 93006384 Сделайте этот новогодний И предрождественский звонок Вы почувствуете Ну что-то Что-то очень теплое Вы тоже не знаете Этих детей Но Вы поучаствуете В их судьбе Тамара Царкубло Тамара Значит Я хочу спросить Есть ли у тебя Такая любимая Какая-то песня Которую ты всегда Вот Ты и твои воспитанники Исполняете Которая помогает Тамара кстати композитор Она сама пишет песни Да Есть Есть одна Моя любимая композиция Ее многие ученики Слышали в этом году Когда мы Лагерь в Грузии сделали Она на грузинском языке Если позволите Ему кусочек С удовольствием С радостью Моя любимая композиция Моя любимая композиция Акми цазов цвало Цу ты цу ты цу ты цу ты сопели хмерто Субтитры создавал DimaTorzok Как ты вообще начала этим заниматься? Помощью пожилым людям? Зачем? Вот живешь нормально, красивая, молодая девушка, все хорошо. Да, ну я об этом уже говорила. Да, вот скажи еще раз. Вкратце, это было в 2014 году, это было как раз перед Рождеством, было так в детстве принято у меня, когда у меня была жива бабушка и дедушка, что бабушка переодевалась всегда в Деда Мороза, а дедушка в Снегурочку. Ну было так вот наоборот. И вечно был такой праздник. И, к сожалению, их уже давным нету. И была такая как ностальгия, необходимость внутренняя. И я искала, и я не могла ничего найти. Везде было то, что деткам, деткам, это все очень хорошо, а старичкам не было. Я придумала просто. Сама на Фейсбуке написала. Нашла пансионат, кстати, Лепа, потому что у меня на тот момент не было водительских прав. И я посмотрела, что я могу туда доехать на поезде. Это совсем рядышком. Если никто не откликнется, тогда я сама с мандаринами поеду на поезде и пойду поздравлю всех. Но была такая отзывчивость, и был такой волшебный концерт. И это все закрутилось, закрутилось. Я думала, в этом году, может быть, нет, я возьму паузу. Но нет, они сами, в этом году сами позвонили. Вот Зайга, руководитель пансионата, она сказала, что в этом году пансионату будет 25 лет. И это было первый раз что-то такое. И до сих пор они едят эти торты. Огромное спасибо Анас Дарзе и Кристина Яунзема там соленые закуски. И много-много, огромное количество сладостей, конфет, мандаринов. Пожарные в этом году подключились. Там с Вэтсумнеков они купили огромное количество фруктов. Это невозможно все описать. Как говорит Маша, это можно сидеть и рассказывать часами, и все равно все не расскажешь. Ну вот бабушка одна хотела очень нитки для вязания. Она сказала, что теперь она свяжет для всего пансионата носки, рукавицы. И там на несколько лет вперед. То есть, ну, разные подарочки, разные желания, все исполнилось. И, наверное, самая такая радость, это когда ты видишь, что они радуются, как дети. Этот блеск в глазах, когда мы звали Деда Мороза, они на самом деле, как дети, они же понимают, что это, ну, не настоящий Дед Мороз. Они все равно рады, они у глаза блестят, слезы, счастье. И тогда ты внутри чувствуешь гандариум, удовлетворение, и тебе хорошо. Конечно, бывает, что ты смотришь и начинаешь плакать, потому что, когда там спереди, вот у Тамары выступала, как звали эту девочку, которая первая пела свою песню. Санта Савицкая-Дороздова. Да, и бабушка, она из Латгалии, она просто расплакалась, вот когда Санта пела на Латгальском, да, и она была парализована, вернее, другая бабушка, которая сидела рядом с ней, и вот Влад Евдокимов пел песню с Крену, а бабушка, которая парализована на одну ногу, она на одну сторону, она сидела и в ритм, рукой одной, как бы, вот это все очень-очень так трогательно. И это нужно делать, продолжать. И вот последнее, если можно, то, что, как Маша говорила, самое приятное еще то, что люди, как бы, видя это, они начинают тоже делать. И очень многие, очень многие, которые пишут, что благодаря вот вашей идее, то, что там они увидели, они тоже это сделали, там, одна девочка в Булдерае в пансионате, другая там в Лепае, в Кулдыге. И это, как получается, что… Оттверждаю, количество этих людей растет. И это очень здорово. Нам тоже приходит очень много информации. Хотелось бы как можно больше об этом говорить и благодарить всех, потому что вот просто, да, сейчас есть возможность сказать спасибо огромное всем людям, которые участвуют, помогают, дарят от чистого сердца. Не для того, чтобы там где-то там показаться, а вот просто дарят, потому что им это приносит радость. А уж какую радость вы приносите тем, кто является вашими подопечными, это не описать словами. Поэтому, девушки, низкий вам поклон. Сил, здоровья, счастья, любви. У вас любовь есть, вы с ней живете и вы ею делитесь. Спасибо вам огромное. Наша программа подошла к концу. У нас были сегодня в гостях Линда Моцебекера, Тамара Цауркубла, Мария Мизула. Спасибо и до свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова